Просмешно сказали, я вспомнил еще одну из ваших историй, что когда Нонна Мурдюкова попросила вас найти какого-нибудь... Мужика. Мужика, да, ему. Вы познакомились с каким-то армянином, который... Он все время хохотал. Да-да. А на чем смеется? Я говорю, ну ты смешно рассказываешь. Когда дошло до дела, якобы, он, увидев ее во всей красоте перед постелью, он стал хохотать, как безумно. Ужасно. И она его выгнала, она пинком выгнала из квартиры. Сказала, утром мне говорит, Витя, что за дурака ты мне, придурка, дал такого? Я говорю, ну-ну, ну какой попался. А вот вы дружили ведь, да, с... С Мона Виктором? Да. Очень. У вас ведь... Я дружил с Папановым, с Юматом, с Мордюковой, с Гундаревой. Это были мои... А с Олегом Борисовым очень дружил, Олегом Ивановичем. Просто я не знаю, как по факту, но по репутации вы были самым известным ловеласом, Эдун Джуаном в нашем кинобамонде. Наверное, я не знаю. Ну вот, во всяком случае, молва такая была. Вот Нона Мордюкова в вашей системе координат, она привлекательна была, как женщина? Очень. Да? Она была такая энергетика. У нас ничего не привлекалось, ничего не было. Сразу вот так ушли. Нет, нет, нет. Она была хорошая, энергетическая, она была женщина, понимаете? Она умела подать себя, умела хорошо одеться, умела рассказывать, умела обаять мужчину. В этом случае она, конечно... Не зря у нее столько было мужчин. У нее столько было мужчин, потому что она сама была по этому вопросу. Она очень сильная была женщина. Там слабый мужичок не мог прохилять никак. Нет. А как вы относитесь, кстати, в этом контексте, вот к этой волне, которая к нам из Америки пришла, всех этих разоблачений, сейчас актрисы вспоминают... Отрицательно, резко отрицательно. Я считаю, что... Боитесь? Нет, я не боюсь, но это гадко. Чего мне бояться? Я же не женщина. Нет, ну так вот это и боятся. Сейчас актрисы как начнут вспоминать, как Мережка. Нет, нет, Женя, есть одно правило. Никогда не заводи флирс с актрисами. Никогда. Потому что, во-первых, если она снимается у тебя, как у режиссера или сценарий, то она начинает предъявлять свои претензии и вымогать то, что тебе не хочется. Ты предстоишь ей управлять. Ни в коем случае. Не дай бог. Ну, у вас, тем не менее, был уж как минимум с одной очень известной актрисой. Ну, короткий очень. Два месяца. Ну, нормально. За два месяца можно дело наделать. Достаточно потом. Не, не наделал. Эта актриса недавно мне звонила. Я понимаю, о ком речь. Ой, а я буду в Питере. А я скоро поеду в Питере. Так там встретимся. Конечно, встретимся. Да, вы же живете как бы на два города, я понимаю. Москва, Москва, Питер. Бесексуально. Бесексуально. Москва, Питер, Питер, Москва. Я люблю, очень люблю Петербург. Москва стала чужой город, потому что она убита человениками вот этими бесконечными. Ну, в Москву все едут, согласитесь. Из того же Питера, кстати. Зачем едут? А? Зачем они едут? Ну, вот я не знаю. Я еду за красотой и за энергией, за атмосферой в Питер. Там, когда я выхожу гулять, я живу недалеко от Невы, 10 метров до Невы, 10 метров до Фонтанки, 15 минут, метров, минут, до Летнего сада. Понимаете, какой треугольник? Летний, Нева, Фонтанка, Летний сад, это Марсово поле еще. Я хожу, иду каждый раз, сколько год я там жил, смотрю на дома. Каждый дом произведения искусства. Там нет повторяющихся домов. Там энергетика, там не зря и Пушкин, и Чайковский, кто там не творил. Мережка теперь. Теперь Мережка вытворяют. Кстати, возвращаясь к Никите Сергеевичу. А что вы так к нему прицепились? Люблю его. Интересен он. В каком смысле? Нет, он, я считаю, выдающийся. Безусловно. Талантливый, очень талантливый человек. Просто ведь я так понимаю, что обида-то у него давняя должна быть, еще помимо Гусмана. Вы же под него писали сценарий «Во сне и наяву», нет? Для него, да. Он меня познакомил с Балаяном. А я Балаяна не воспринимал. Я был часто на студии Довженко. Там говорят так. Ты, да и вы, чего цих... Моя украинское призвище. Призвище – это фамилия. А я пишу на российской мове. Да что он, кацап, че шо? Кацап. Я же донских кровей. Вот. И я вот часто бывал, Балаяна я не воспринимал. Мне казалось, так немножко высокомерно разговаривай, так чуть-чуть много говори, так. И немножко с презрением. И Никита мне говорит, напиши для Ромы сценарий. Он без денег, совершенно без работы. Мы встретились. Я говорю, Рома, о чем ты бы хотел, чтобы был сценарий? Он говорит, обо мне. Я говорю, я не понимаю. Мне кажется, что я стою на горе, Карабах, и вас снится. Я прыгаю, лечу, так крылья, как орол, лечу, а потом падаю опять в дерьме. Я говорю, значит, по-любому, во сне ты летаешь? На его, ты, хорошее название, полет и во сне на его, запомни. Я быстро записал, и вот так осталось. И на Никиту я написал сценарий, главную роль. Он говорит, нет, Рома, я говорю, у Никиты очень сильный бычий глаз. Бычий глаз. Бычий, он такой мощный. Нужно найти человека с таким больным глазом. Ты Олега Януковского знаешь? Я говорю, конечно, мы товарищи с ним хорошие. Дай ему сценарий прочитать. Я Олегу позвонил, он говорит, студия, я говорю, Довженко. Да не дай бог, лучше монголкино, чем в студии. А кто режиссер? Я говорю, Балаен, а кто ты такой? Я говорю, ну, есть так армянин. Он говорит, я армянин из одного Параджанова там. Ну да. Да, а этого не знаю. Я говорю, ну, прочитай сценарий. Говорит, ради меня. Я взялся в Ленком, оставил на служебном. И Олег прочитал в ночь. И они вместе с Михалком ехали сниматься с собакой Баскарлили, к Игорю Масленникову, где-то в Эстонию они. И Олег пришел в купе, стал кричать, Мережка гений, такой гениальный сценарий. Я писал, какой, 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 спросил Никита. Попалил. Да, да, да. И потом Никита немножко до меня обиделся. Ну, где-то недельку мы... Он говорит, что же ты так заложил меня? Я говорю, Никита, ну ты же, это же режиссер выбирает, не я. Ну, на этом мы помирились. Насколько я понимаю, ваш наследник, ваш сын, будет делать что-то типа ремейка по вашему сценарию. Не ремейк, нет, Женя, это не ремейк. Я вам скажу, это... Мне один приятель говорит, слушай, сейчас одна из самых важных больных тем, это одиночество женщин. Найти нормального мужика, красивого, нормального женщины, очень сложно, очень сложно. Поэтому, говорит, напиши ты что-нибудь похожее, полеты, но про женщину. Я написал сценарий, который называется «Одиночество сволочь». Вот как Слава поет песню «Одиночество сволочь». Да, есть такая песня. Да, я переначал там, 40 лет, 45 лет, актриса, бывшая звезда, муж есть, но мужа нет, дочка есть, но дочки нет. То есть семья есть, но семьи нет. И она ночь в канун дня рождения проводит, одинокая, болтается по городу, абсолютно одиночество. Вот такой сценарий написал, даст Бог, Иван сын будет снимать. Вы всегда, когда пишете сценарий, кого-то представляете, в смысле, актера персонажа, нет? Нет, нет. Я написал сценарий, горжусь этим, про лесника, который борется с пожарами. Тоже я надеюсь, что Иван будет снимать, потому что тема наиважнейшая, злободневная. Я надеюсь, что будет снимать.